Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим об обнулении игроков, именно тех, кто в КВК у нас не сделал лимита. Некоторые игроки просили сделать видео, как это все происходит у нас в целом. То есть, если начинать именно с самого начала, получается, КВК, когда у нас происходит, у нас там делают лимиты определенные, чтобы игроки делали минималку именно по убийствам, по мертвым. Если эти игроки не делают этого, само собой, их просят улетать после КВК, им дают определенное время. Получается, вот у нас давали две недели, но вышло по итогу больше. И если эти игроки не улетают, само собой, их обнуляют. То есть, их обнуляют, стену сжигают до нуля, чтобы его телепортировало именно в первую зону, получается, вот сюда. Это в каждом королевстве присутствует эта зона, как тюрьма, он отсюда не выберется, если его не примут другие альянсы. То есть, который есть в королевстве, он может попасть в другую зону. В нашем случае все альянсы под нашим контролем, и он никуда не попадет. То есть, он здесь остается и будет здесь стухнуть. Он либо забросит игру, получается, да, либо мигрирует, либо будет заниматься хернёй и резать фермы. Но какие фермы, я не знаю, потому что у нас в этой зоне ферм нету по правилам королевства. Да, здесь никто не фармит. Это мертвая зона, получается. И каждая МГЭ, получается, этого игрока будут обнулять. Его будут обнулять до той поры, пока он реально не забросит игру, либо не улетит. То есть, это его наказание, можно сказать. И не нужно говорить то, что как-то это несправедливо. Это всё справедливо. Объясню почему. То есть, допустим, игрок 60 миллионов, пример, да, и он не делает никакого вклада. И таких игроков у вас будет хотя бы 30% от всего королевства. Да, и они не будут делать никакого вклада, да. А все остальные 70% будут работать, образом говоря, за двоих. Допустим. И то они все 70% будут делать минимальный лимит, опять же, да. То есть, кто-то приближённый будет делать. Какие-то игроки будут делать X3, X4 лимита будут делать, да. То есть, зависит от игроков, опять же. А эти игроки ничего делать не будут. Они просто формят. Они просто формят и ничего не делают, как бы, да. Вот. И таким игрокам, как бы, хочется донести, ну, а зачем? Смысл выиграть в эту игру, если вы всё-таки играете в боевую игру, а не ферму? Боевая? Вы что, боитесь войска убивать или что? Постоянно эти игроки придумывают какие-то отмазки. Вот у меня там рак мозга, там, образно говоря, да. То есть, пример, как бы это грубо не звучало. Вот я там спотыкнулся на лестнице, там. Вот у меня там вечеринка была и так далее. Когда войны идут не один день, самое интересное, не один день, да. А порядка там трёх дней, четырёх дней, когда именно КВК боевой, да. И говорят, у меня времени не было. Как у тебя времени не было, если есть игроки, которые за два часа, за два часа общие, ну, войнушки, да, набивают достаточное количество убийств, мёртвых, чтобы оставаться в пределах, чтобы человек этого не исключили, не выгнали, получается, да. Опять же, зависит от каждого. И также хочу сказать, есть такая функция интересная появилась. Изгнание у нас, получается, да. Изгнание у нас было и до этого, как бы, да, но оно не работало именно в родном королевстве. А сделали специально сейчас теперь, да, изгнание в родном королевстве. То есть, неважно, там, человек у нас будет в куполе, не в куполе, просто нажимается изгнание, его кидает в первую зону, да, перезарядка долгая, но если, получается, в королевстве у нас оно под контролем, р-5, да, везде, то вас туда изгоняет, и вы больше никуда не попадёте, кроме этой зоны. Ну, только когда КВК будет, да, и то, там, если вы вступите в какие-то другие альянсы, с руководством других королевств поговорят, вас исключат, и вы будете опять сидеть без альянс. То есть, вы сами для себя делаете такую ловушку, чтобы вам перестало быть интересно играть в эту игру. В игру надо играть именно воевать в этой игре, да, то есть, если вы этого не делаете, как бы, ну, лучше выходить. Качайте какие-то фарм-игрушки, и там играйте, кукуруз собирайте, и всё в этом роде получается, да, и всё будет у вас хорошо в целом. То есть, получается так, в целом, как бы, вот, сейчас митинг у нас уже доходит, просто элементарно человека убивают, ресурсы забирают, выгоняют в первую зону, ну, и всё, как бы, на этом всё. А если вы хотите играть всё-таки в ферм-войнушку, то есть, ни хера не делать и варвару убить, то есть, ПВЕ, получается, да, ищите королевства, где есть фермерские, они существуют. Такой признак есть, где ставят безограничную мощность, она там на постоянной основе, именно период отдыха, да, но, опять же, уточняйте у королей, для чего это сделано, потому что бывает просто мясо набирают, чтобы обнурять, бывает актив набирают, и играют реально фермерские кавыка. То есть, можете туда попасть. Так что, дерзайте. У меня, в принципе, всё. Мы сейчас с вами услышимся. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!